приветствуем наших подписчиков и гостей канала астрора друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том как порядок в вашем доме или в квартире связан с вашими деньгами очень важная ценная информация поэтому обязательно посмотрите это ведет начала до конца помните о том что ваш дом должен быть уютным не должно присутствовать спокойствие а вам в нем обязательно должно быть комфортно и умиротворенно чувство радости должно наполнять вас от того что вы живете в этом доме и тут возникает вопрос а как же интерьер дома сказывается на денежной энергии есть очень много разнообразных ритуалов с помощью которых возможно привлечь богатство изобилия и достаток в свой дом сегодня в этом видео мы поговорим о самых распространенных правилах денежного достатка который нужно соблюдать в вашем доме это чистота и порядок для того чтобы деньги водились у вас прямо сейчас не откладывая займитесь уборкой разберите все заложенные места избавьтесь от различного хлама деньги любят идеальный порядок дом является сильным энергетическим местом и он способен оказывать на вас из-за этого большое влияние потому что и вы в свою очередь оказываете влияние на него если вы не будете содержать дом чистоте таким образом не оказывая ему определенного уважения то и он не будет оказывать вам помощь не будет притягивать к вам денежную энергию и удачу вам придется отказаться и от хранения вещей которые вы давно не носите и от складирования поломанных и вышедших из моды вещей надежде того что вы когда-то что-то почините или оденете не стоит перекладывать их с места на место так вы только себе будете вредить а также разрушать энергетику дома ведь то что уже не было в использовании или в носке хотя бы год уже не будут приносить вам пользу и притягивать положительные энергии аккуратные стопочки старых вещей шкафу только отталкивают от вас денежную энергию а дайте эти вещи тем кто в них действительно будет нуждаться так вы человеку поможете и положительные энергии к себе притяните а если их состояние не позволяет это сделать то выбросите или сожгите этим вы освободите место вокруг себя в своем доме для поступления светлых энергий в доме должен постоянно постоянно быть чистый и свежий воздух для того чтобы богатство присутствовало в нем почаще его проветривайте открывая при этом чем больше окут около наполняйте воздух запахами корицы мяты апельсина лаврового листа и другими денежными запахами используя для этого как эфирные масла так и окуривая дом запахи помогут вам привлечь денежную энергию ваш дом отдельным вопросом является кухня вашем доме так как это сакральное место и ему нужно уделять много внимания используя при этом все правила и дело не только в крошках на столе и грязной посуде хотя и это играет важную роль отталкивать денежную энергию от вас речь пойдет о таких вещах которые годами лежат без применения так как выбросить их не поднимается у вас рука но толку от них нет никакого а вред они способны приносить большой давайте же с вами разберемся что относится к этим вещам это прежде всего лишняя посуда вы собрали коллекцию чашек разной формы величины не придерживая при этом никакого стиля то есть на все случаи жизни у вас также имеются стопки тарелок разной расцветки величины а пользуетесь вы постоянно только частью из них поэтому распрощайтесь без сожаления с такой посудой заведите для особых случаев пусть даже недорогой но набор одинаковых тарелок чашек старайтесь придерживаться единого стиля только так вы сможете привлечь свою жизнь и и свой дом стабильность и богатство избавившись от лишней посуды вы также сможете открыть ваш дом доступ светлых энергий и и циркуляция ничего впредь не будет мешать а эстетический вид вашей посуды будет радовать глаза вызывая при этом положительные эмоции если на ваших тарелках чашках стаканчиках появились скол или трещины не стоит жалеть их выкинуть и вести их на дачу или же в загородный дом так как они будут притягивать негатив который будет мешать поступлению к вам нужных энергий лучше купить пусть недорогие но целые чашки тарелки так вы сможете притягивать к себе хорошие энергии используя их вы будете жалеть выбросить вы будете образовывать вокруг себя застой денежной энергии что постоянно будет приводить к денежным потерям помимо того что в трещинах и сколах способна скапливаться негативная энергия это не только отталкивает от вас денежную энергию но и вносит раздор в семейные отношения способствует различным ссорам конфликтом что за короткий промежуток времени разрушит семейную гармонию и даже семью приведя все это к разводу да и подавать такую посуду некрасиво гостям также этим вы и их энергетику будете разрушать чем притягивать в их жизнь проблемы вы никогда наверное не задумывались над тем зачем вам столько скалок терточек паломничек паломников досочек для нарезки и так далее помните они выполняют одну и ту же функцию а место занимают много и скорее всего вы сами пользуетесь в повседневной жизни одними и теми же предметами а те остальные лежат в кухонных ящиках без пользы только преграждая поступление светлых энергий вашу жизнь чем приносят вам частые жизненные проблемы поэтому как можно скорее пересмотрите ваши кухонные предметы оставьте в едином экземпляре и избавьтесь от дублеров многие имеют привычку приносить пакет пакет из магазина и накапливать их так как их жалко выбросить вам не стоит заниматься складированием пакетов так как они очень быстро захламляют ваше кухонное пространство и соответственно перекроет доступ для новых и положительных энергий на вашу кухню если вам жалко или просто их просто выбросить используйте и для мусора чтобы они не накапливались ходите за покупками с легкой сумкой желательно из ткани чтобы ее всегда можно было сложить и носить собой так у вас не будут возникать это не нужная для вас проблема а еще деньги получится у вас сэкономить что же касается холодильник то холодильник это не приспособление для магнитиков коллекция таких сувениров во многих домах достигает таких размеров что кажется вот еще один магнитик магнитик и дверь просто не выдержит магнитики пылятся из-за этого способны собирать множество негатива который притягивает к ним пыль поэтому либо снимите их немедленно пока они не разрушили вашу энергетику оставив только парочку ценных для вас или же возьмите за правило раз в три дня их все обтирать чтобы они не накапливали никакого негатива обратите внимание на наличие бытовой у вас техники тоже хлебопечка мороженица йогурт ница фритюр ница и другая техника перечень можно продолжить но все или вы пользуетесь как узнать нужна она или или нет вам да очень просто если вы чем-то не пользуетесь год или два либо же что-то из таких вещей вам принесли в дом а вы этого не хотели избавляйтесь от этого и не задумывайтесь можете подарить тому кому данная вещь будет нужнее если новая можете продать она вырученные деньги купите то что вам нужно чему вы будете рады на самом деле